У меня в гостях человек, который умеет и оберегает не только себя и свою семью. Он защищает и тех, кого мы называем сильными мира сего. Это адвокат Генри Резник. Здравствуйте, Генри Резник. Здравствуйте, Ирина. У меня была такая история, когда один из моих телезрителей пожаловался мне на то, что он уже три года не ест и не спит, потому что его сестра родная стала католической монахиней. И он считает, что жизнь свою проиграл, что он чего-то не досмотрел, чего-то не увидел. Конечно, наверное, это не юридическое понятие, то, в чем я прошу вас консультации. Но все-таки, что бы вы ему посоветовали, поскольку у вас ситуация похожая? Успокоиться. Его сестра приняла решение, будучи взрослым человеком, мы как-то не привыкли признавать за человеком вот эту свободу выбора. Кстати, свобода выбора, она лежит в основе, в общем, ответственности всякой. Человек свободен. Если человек свободно выбирает и осуществляет какое-то решение, если это его выбор, он ему не навязан, если он не стал жертвой шарлатанов, например, какого-то насилия, то мы должны это принимать, ну а будем мы этому радоваться или будем огорчаться, это зависит от наших установок. Но это надо принимать, и ни в коем случае человека не ломать, понимаете, под себя его не выделывать. Каждый человек самоценен. Поэтому если он любит сестру и видит, что она счастлива, то он просто должен за нее радоваться. А если произошло так, что это было в результате совершения над ней некоторых манипуляций, которых она сама не хотела, в таком случае нужно думать о том, как ее, эту ситуацию, выводить, спасать. Но я не могу поставить точный диагноз, потому что мне просто неизвестно в деталях именно вот эта ситуация, которую вы мне сказали. Мне кажется, все-таки даже, когда человек оказывается в некотором смысле жертвой, все равно ведь в этом есть и доля его выбора. Вот он решил, что с ним должно произойти... Ну, знаете, тут ведь вот что. Это что-то носительное понятие.